здравствуйте эта программа толки и здесь мы разговариваем с интересными людьми сегодня у нас в гостях андрей вячеславович квартальнов человек известный как прославленный наш воскресенский хоккеист сегодня директор спортивного клуба химик здравствуйте андрей вячеславович добрый день я квартальнов андрей вячеславович директора муниципального учреждения спортивный клуб химик депутат городского округа воскресенск сегодня вот меня пригласили на беседу рассказать какие-то интересные события на я понимаю так которые происходили в моей жизни вообще у нас чем занимается наверное наш спортивный клуб химик андрей вячеславович совсем недавно вы отмечали свой юбилей 60 лет да конечно это уже такая дата серьезная но мы собрались нам семейным кругом отметили немножко так посидели пообщались с родственниками своими вот так вот таким образом прошло все это сейчас это не не пышно как-то там отмечается ну нормально поздравляли откуда поздравляли мне поздравление пришло очень много своих коллег я много получил от своих друзей которые за границей играют сейчас вернее работают вот от многих своих бывших партнеров там соперников мы общаемся нас хоккейница общество такое плюс еще много очень людей которым я работал образование вот тоже очень приятно люди поздравили ну естественно с родственники друзья это как бы само собой коллеги сын приезжал приезжал сын приезжал брат ну мы бы приехала семья вся практически все мы собрались там сидели пообщались все очень хорошо прошло сегодня вас многие знают как директора спортивного клуба химик но все-таки большое хоккейное сообщество знает вас именно как хоккеистом расскажите как вы начинали заниматься спортом где родились где росли ну я вырос в воскресенске и свое время папа мне отвел в детскую спортивную школу нас тогда еще был набора большие нас пришло я не помню очень много там человек 100 может быть 20 было набор был мне было лет шесть-семь сейчас не помню точно и тогда у нас каток еще был ледовый дворец сидел комиссия человек восемь или десять там тренеров ну не знаю много там было представителей которые отбирали и меня отобрали у нас был тренер владимир шефимов первый год вот я начал заниматься потом меня перевели к вас и васильевичу бойкову вместе у нас 1962-1963 год вели или вот так постепенно шел как бы сказать все этапы детской спортивной школы я хочу сказать что тогда система была очень хорошей советская у нас было не так много игр но у нас были большая хорошая тренировочная работа и многие как бы ребята вот там кто рос ну стали вот у нас почему школ такая вам так говорить была известная потому что многие тренера которые работали в детской спортивной школе как раз вот отдавали всю душу нас растили помогали школа давала своих воспитанников в команду мастеров химик после детской спортивной школы меня пригласил юрий иванович морозов в первую команду сначала мы там целую группу ребят он взял там саша черных андрей ломакин саша смирнов николай ванин у нас очень много было мальчишек таких вот которые в каких-то своих возрастах ну как бы сказать как они считали там были перспективными наверно или как я не знаю но интересные для команды и вот вот эта группа ребят значит начала готовиться мы очень много проводились первой команды играли в своих юниорских там молодежных командах ну и в первой команде начинали потихонечку делать свои шаги постепенно значит читали начинали выходить на уровень команд мастеров конечно с настами с нами очень много работали тренера пришел влаем филиппич васильев он вместе с геннадий колледжи в сердцом тоже наш тренер с детской спортивной школы очень много уделяли внимание доработки вот этих мелочей когда приходит значит молодой игрок в первую команду чем много чего не умеет и вот геннадий колледж с нами оставался я вспоминал вот эти тяжелые тренировки нас было утренние там 8 часовая тренировка потом в парные было там с 10 до 12 была двойная тренировка на льду пятичасовой тренировкой пол девятого у нас еще она составлял на 30-40 минут где геннадий колледж с нами индивидуально работал там было 5-7 там 10 человек и он с каждым там ногу поставь сюда руку разве не голову как держишь как чего вот очень много мелких вот этих деталей которые как бы сказать помогали правильно себя чувствовать на льду в той иной ситуации мы благодарны вот эти люди очень оставили большой нам след вот этот тренерский штаб и юрий мальчик морозов филиппич васильев геннадий колледж сарцов и сейчас это как бы сказать вот эти пласт целый ребят которые пошли в большой спорт но они как бы славу воскресенска соответствующую как бы делали ну и как бы сказать достигли больших до большого уровня стали игроками многие заиграли в национальной команде имеется сборной команде сыграли за рубежом попали кто-то в нхл отыграл кто-то отыграл в европе ну то есть как бы сказать они вышли на очень высокий уровень вот благодаря нашей детской спортивной школе да я считаю что то что сделал свое время николай иванович докторов открыл нам детскую спортивную школу как бы благодаря ему николай семян шепштейну эти люди сделали большой вклад в развитие спорта в воскресенске но они открыли особенно большие двери вот большой хоккей огромному количеству мальчишек вы кладезь не только информации о химике до 70-х 80-х но и развитие города вот ваше детство 70-е получается до конец 60-х что себя представлял воскресенск чем вообще занималась молодежь здесь и подростки ну знаете раньше мы же как бы как и все нормальные ученики в школе всегда занимались всеми видами спорта и приходя например в детскую спортивную школу у нас была общей физической спортивной подготовка ну естественно было какой-то специализации но в основном мы же там и бегали подтягивались там не за прыгали там легкоатлетикой занимались то есть было всестороннее развитие сейчас она как бы сказать есть может быть но ему не кажется сейчас более такая специализация пошла а раньше мы могли там и за летом мы играли футбол очень много но у нас такие были командный вид спорта вот зимой в хоккей не знаю развитие было такое с нами родители мало кто ходил мы сами все занимались и вот чтобы в основное время проводили на улице в основном двигались такая у нас вообще город на спортивный балл у нас очень много было поколений которые занимались спортом нас как бы все время ребята даже в дворе старшие они все время нас заставляли чем-то чем-то заниматься какие-то соревнования проводили тут придут там соревнования кто больше всех подтянется я вот никогда не подтягивался вспоминаю себя в детстве у нас в дворе там был случай такой ну и начали там как бы приглашать там ну мы я маленький еще был там ну кто там одну и один-два раза вот и все смеялись как бы ну как обычно там начинает подтрунивать этого ягода все ребята я начинаю и вот мы ходили там с парнями потом через год там в одно и то же время нас там был один как бы руководитель все это дело организовал и вот проводил такие вот мягко говоря соревнования я понимал что надо как-то было подтягиваться вот приходили занимались дополнительно и потом уже начинал смотрел по 10 раз я в своем возрасте там 10 раз мог потянуться хотя многие там по одному по два по три раза но вот это все способствовало тому что ты развиваешься ты какой-то в соревновательном процессе ты ставишь цель идешь к ней это немаловажно потом очень много играли футбол у меня папа сам как бы вот нас приучил вот меня и брата дмитрия как бы в футболе всегда вот он приходил хоккей он сам будет ягод вас не понимаю вашу игру как бы хоккейного футбола он сам неплохо играл вот на первенство как бы тогда города вот входил в сборную команду и он все время нас заставлял там чего-нибудь там куда-нибудь отдашь по снегу кому чего куда там надо соображать куда ты отдаешь думай продолжение какой-то после тебя должно быть там ну то есть заставил все время не просто там бегать и куда там бить мяч на всеми какое-то вот должно быть мышление должно быть какое-то решение правильно то есть это все прививается это все начинает развивать тебя и ты понимаешь что когда приходишь допустим даже в детскую спортивную школу тренера все это смотрит если у тебя там какое-то понимание игры не просто физически какие-то твои качества которые все бегают все прыгают там бросают шайбу но ты должен немножко еще и понимать игру это все развивает нас я считаю что от советской системы была очень хорошая мы разносторонним играли в баскетбол футбол там ну не было у нас таких условий у нас были гораздо будем сказать баскетбольные щиты беседок стояли футбольные ворота без беседки но и когда так далее но мы их сами и как бы сказать создавали себе условий там колотили какие-то хоккейные ворота маленькие играли во дворе там ну мы сами были самоорганизованы что как бы вот так называют это способствовало все потом мы приходя в команду уже здесь детской спортной школе мы начали уже более серьезно заниматься потому что тренировки пошли уже каждый день с нами начали заниматься и мы как бы были уличены этим и многие вот это способствовало то что на улице от нас забирала вот от этих всех пак будут пагубных вещей потому что ну уже цели были какие-то определенные потом начинались вот эти турниры турниры золотой шайбы это вообще было для нас просто вот подготовку нас тренера говорит там давайте мы готовимся на золотую шайбу от школы мы старались все как бы попасть в эту команду чтобы потому что было соответствующий отбор там надо было как-то себя проявить показать я считаю что у нас был счастливое детство пионерские лагеря это вообще отдельная тема тоже надо было там во всех участвовать как бы сказать соревнованиях и мероприятиях вот говорите рассказывали об отце об своем да вообще расскажите о родителях вот кто они откуда жили они здесь всегда приехали откуда как нет они коренные воскресенцы у меня папа на долгое время работал на фетрофабрике практически всю жизнь вот ну игрался там сам был спортсмен играл футбол там в основном такая у них была своя как бы команда вот он меня очень много привлекал все время когда я был маленький он меня приводил на свои матчи я тоже так участвовал ходил начал постепенно начинал играть футбол то есть у нас была детская футбольная команда при фетрофабрике и он меня там я не знаю это маленький вот там я не помню что лет по 6 по 7 там может быть был на у меня привел то там был николай николаевич яковлев тогда тренер был царство небесное вождет наверное вот он собрал нас мальчишка организован команду вот и мы как-то вот так начинали мы тренироваться в футбол но это в летний период а в 7 лет меня привел уже детскую спортивную школу то есть я как бы ходил и футбол и хоккей одновременно занимался раньше не было такого ограничения там и такой узкопрофильной специализации мы очень много где где возможно можно было играть я приходил с одной тревоги шел на вторую ну так тут было устроено как бы интереснее было вот потому что везде друзья были там и здесь и самое главное что было все это интересно мне это захватывал дома мы практически дома нас не было вот а мама мама тоже самое работала всю жизнь на фетровой фабрике вот очень долгое время ну мама жива все нормально сюда по здоровью вот и тоже все время за нами там ну как бы ну мама мама в основном это наши быт как бы организовал нас нам чисто вот приготовить там покушать накормить там быть спортсменом без парни легких ну конечно потому что мы с братом росли ну как бы два парня тем более там все время на улице придешь там где-то и грязные там и разорванные так всякой но всякой балл чутом из жизни жизни это нормально вот не мама следила за нами как бы в таком помогал папа в основном нас воспитывал папа был таким он был правильным я считаю таких совет советским советской закалки закалки да правильно все время нас там смотрел за нашими спортивными какими-то результатами там учебы всеми проверял год нельзя так в общем халатно относиться потому что многие же вы знаете в советское время то можно было то же самое мог на тренировку не пустить там чуть ли не до истерики доходило когда там какая-то тройка появилась на я вспоминаю там не экзамен по геометрии там в классе шестом то она только началась а мне что-то как-то не особо получалось нам что-то вот все вот пока не исправишь тройку все ты в хоккей больше не пойдешь для меня это было все пытка я отсюда все только не делал но потом как-то вот там поправил все нормально наши тренера одесской спортивной школы василий байков ван шефимов тоже провели дневники все время придут скажет так построит давай показывай если тройки как бы сказать они допускали но двойки нет все эти прям так 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 домой сразу исправлять пока пока не исправишь пока все назад и вот это как бы тоже способствует потом нас очень много было вот этих спортивных лагерей которых мы ездили в летнее время уже начали ближе там когда подходили вот наш был чемпионат юноши и молодежной в основном на союз мы играли и там уже вот такая была профи более профессиональная подготовка куда ездили все спортсмены там всех возрастов там бокс боксер у нас были там легкоатлеты хоккеисты там ну все про много видов спорта и мы жили там в палатках у всех были там да у нас здесь пром кушать правда мы ходили в пионерский лагерь химик там была отдельная как-то временном назначены мы там строим туда ходили ну был все очень здорово как бы сказать построена сама подготовка всем нравилось все понимали что это необходимо в общем это было счастливое время ну и конечно братьев вашим да все знают что вас двое андрей и дмитрий дмитрий младший когда выросли вы там дружные были там были за коньки там могли и не обзна нормально с ним общались с димой все время всю жизнь так как бы старались дима но он тоже как бы не сразу стал как бы сказать таким большим игроком он наверное повзрослел где-то уже ближе вот к молодежной команде потому что очень много там у него было всяких как бы друзей которые его там тащили в разные там организации я вспоминаю там лет наверное ему было может быть там 8-10 они сейчас не помню уже но приходит все я хоккей больше заниматься не буду я буду голубей заводить я вспоминал это но он знает вот и он я говорю какие голубей ты чё смотри у меня вдруг разводит голубей там у ничего то какой то там бизнес так я не знаю типа тогда не бизнес там вот ему это все нравилось и он одно время там с ним как бы очень общался потом но папа пришел как каких голубей сейчас тебе покажу но быстро как бы сказать поправил все как бы все наладил ну и как бы начал более-менее там развиваться но дмитрий он наверное очень долго здесь наверное лучше переговорить геннадий николаевич сердцем он его первый тренер как бы он растил валеру каменского дмитрия целый пласт больших игроков у него появился очень хороших вот и дмитрий наверно ближе к молодежной команде стал уже как бы сказать давать такие вот какие-то надежды будем так говорить на все таки все пока еще маленький там тяжело говорить вот он начал более-менее показывать результаты и его заметили тренера как бы детской спорте первой команды и вот вместе с группой игроков он попал на тренировки в первую команду ну дальше он стал прогрессировать и как бы он стали привлекать его потом была служба в армии в над служили и все вернулись уже назад в химик и начали играть здесь за команду вот такая большая такая целая прям группа игроков которая вернулась после службы армия вот назад в родной химик вот у вас все-таки в детстве разница у вас в три года да получается в детстве она это достаточно большой разрыв вот как на правах старшего брата помогали ему что-то объясняли не ну чисто там по мелочам каким-то вот потому что мы как-то знаете вы он же тоже был по своему графику уже занимался хоккеем и у нас не всегда расписание как попадал я приходил уже будучи вот как я попал уже начал с первой команды тренироваться я стал потому что здесь часто начал на базе жить я стал приходить на его тренировки он уже он тренировался до молодежная команда и там где тут последние два года два-три года я уже начал как бы ну ходить поближе к нему и мы здесь начали уже общаться мы слушай вот здесь вот здесь надо там поправить но с ним очень здорово работал сердцов николай еще раз объясняю это человек профессионал который вот нам очень здорово помогал вот он сам проиграл прошел большую школу вот и поэтому там по идее то надо было только психологически как-то помочь вот потому что все эти хоккейные мелочи в то время я толком сам много чего не знал ездит тренер профессионал который все это дело подскажет так что вот таким образом у вас получается вот вы жили на фитрой фабрике во дворе и вас было трое получается до валерий зеленый пукин вы и дмитрий мы вместе росли да ну вместе но мы летом играли все и валера приходил с нами играть это у нас же как бы сказать такая группа большая была мальчишек которые вот со всей фитрой фабрики там и ближайших домов приходили играть на стадион мы выросли на стадион все просто тогда просто место сборки важно втором по подъездам там но нам было не интересно мы приходили у нас там вот как бы сказать там всякие в основном мы занимались на футбол там всякие вот там троечки игра как и ты бы там придумали себе разобьемся пополам там к ворота то там начнем там заниматься там я говорю подтягиваться там какие-то еще там прыжки там длину к être ям там настоял ну то есть тот городок все вот эти вот мы пытались в детстве себе найти занятие какое-то увлечение давайте вот это придумаем потом там у нас вот этот пруд озеро какое-то небольшое там купались очень часто набегаешься то есть весь день проводили практически там и у родителей здесь мы жили прям буквально там ну там 100 метров от этого они знали где нас найти если надо будет раньше не телефонов ничего же не было всегда там мама придет так быстро все домой значит домой а помните свой дебют за команду профессионалов мастеров да это было восемьдесят первом году вот мы играли здесь команды динамо и андрей ломакин морозов поставил первую игру нас тогда еще играл валерий васильев помню с динамо мы проиграли химик проиграл 41 по 031 что такое но вот мы первую свою дебютную игру здесь сыграли за химик ну такой же жесткое начало с динамо сразу ну да ну а что у нас принципе как бы надо дать должное вот юрия ивановичу морозову ломфе липчу васильеву они очень много уделяли развитию игроков своих доморощенных и очень как бы пытались их вводить и понимали что чем приглашать каких-то иногородних ребята лучше готовить своих может быть это была какая-то программа какая-то своя не знаю но нам вот повезло что сделали акцент на нашу детскую спортивную школу и большое количество мальчишек которые вот ну мягко говоря были более менее готовы к тому чтобы войти в большую команду вот в первую команду их начали привлекать начали им доверять с ними с нами конечно отдельно очень сильно работали тренера ну вот просто я думаю что это наверняка не случайность это была такая как вы говорите да какая-то программа не думали как это сделать как воспитать целое поколение своих сильных очень игроков но вы знаете я почему думаю что когда приходит иногородний парень и он во-первых требует какие-то материальные условия там он может уйти в любой момент воскресенский почему команду например вот я так думаю что когда пришел вам филис васильф он создавал команду не на один год ему нужна была команда там чтобы росла там мальчишки росли и команда лет на 5-7 было вот именно то поколение которое будет играть он его готовил и планомерно готовил с нами очень много работали вспоминаю просто вот они три не разе жили ночевали на базе без семей своих как говорится вот и мы и нас как бы молодых нам было это интересно нам вы вы сами чувствуете когда есть когда идет с вами работы вам искренне хотят помочь вы это чувствуете и сразу начинаете понимаете что для вас надо не для кого-нибудь хотя были конечно случаи что некоторые ребята там но я не буду называть там 12 там которые просто-напросто ну были там соблазны вон так называть их который по жизни ушли вот сейчас они не знаю где эти ребята ну как бы из общей обойме от тех кто хотели поставил себе цели шел к ней я думаю что не те достигли стали игроками вот получается что тогда и даже я и в 90-е наблюдал андрей марков попов когда были да ребята в 16 лет вот как вас там 16 17 лет уже привлекали в команду мастеров играть со взрослыми ребятами а сейчас выстроена схема до мхл вхл кхл все-таки на ваш взгляд какая более правильная система или эти сейчас он очень хорошая система мхл это та ступенька где мальчишки немножко обретают опыт это вообще здорово сделано у нас как бы сказать ну на тот момент мы жили в той стране в советском союзе была одна система она работала и мы давали результаты никто никуда не уезжал тогда вот сейчас очень хорошая система я считаю вот это мхл вхл кхл это ступеньки которые дают возможность ребятам развиваться с ними также работают тренера с ними также работают как бы в командах понимая ведь вы поймите профессиональные команды это целая ступень целая система сейчас купить игрока стоит переход стоит больших денег проще воспитать своего допустим это же актив хороший и люди сейчас понимают прекрасно начинают вкладывать детской спортивной школы в команду мхл для того чтобы был готовый материал который подходит уже каждый год как бы для первой команды ведь задача то в первую команду подготовить игрока и здесь вот эта система выстраивается их команда вхл и команда мхл они выполняют одни и те же задачи подготовить игрока для команды кхл и для них вот спускаются определенные как бы требования для подготовки каждого игрока для защитника одни для нападающего там для вратаря и так далее и все как бы с удовольствием прекрасно понимает и я считаю что это правильная система это вообще удачно вот то что у нас получилась команда вернее что у нас работает команда вхл спартака и мы как бы встроены своей детской спортивной школы это просто нам помощь огромна для нашей детской спортивной школы а может быть химику не хватает своей команды мхл мхл ну я не знаю здесь во первых это все в содержании у нас округ я вам скажу детационные нам я не знаю по тем не потянет ли мы требования сейчас по арене арена наша соответствует требованиям но вопрос о том содержании команды я здесь не готов сказать потому что здесь нужно искать спонсоров если если не говорить о финансах если говорить о финансах это было бы здорово для наших мальчишек конечно это было бы очень здорово то что спартаку все-таки надо своих продвигать у них понятно спасибо им что они нас там до финансируют помогают команде жить но все-таки они заинтересованно развивать свою молодежь они воскресенскую я не думаю понимаете здесь здесь о чем ждет разговор конечно если будет равносильный мальчишка из спартака из воскресенск они наверное возьмут своего но я считаю что вот на данной ситуации у нас очень хорошая вот эта система построена почему потому что но в команду мастеров всех не возьму у нас есть команда вхл да это первая в общем основная цель в которой сейчас вот для ребят ребята же видят какие требования как команда играет и попасть даже в эту команду потому что следующей ступенькой будет кхл это вот одна из основных был бы здорово есть у нас было бы конечно мхл команда но ее нету ну что теперь делать там б но это было бы неплохо нам нужно конечно был бы здорово для детской спортивной школы найти такую ступеньку но я сейчас еще раз объясняю здесь вопрос в том что это содержание я не готов сказать это да это большие суммы сожалению наверное округ здесь содержание это клюшки эта форма это переезды целый штат сотрудник кто будет обслуживать плюс команда сама это не просто это взять вот прийти там давайте мы команду соберем вторых есть требования которых мы должны мы же не можем взять и сказать извините вот нас бюджет будет такой здесь есть требования у лиги мы соответственно требовали лиги мы играем первое это база база у нас есть но вот дальше гостиницы у нас самой гостиницы нет для этой команды потому что там играет там у нас живет команда в их да там уже здесь вопрос возникает но это все можно решаем еще раз объясняю вопрос финансов да это какая-то должна быть к это воля у кого-то там найти сказать я вот буду там какой-то спонсор готов там содержать и помогать химик восьмидесятых химик который добился наверное наивысшей точки точки до успешности и чему были свидетелем и участникам расскажите об этой команде почему такая маленькая команда смогла составлять такую серьезную конкуренцию просто грандом которые восьмидесятые так и остались грандами ну во первых мы наверное вот все вот эти воскресенские мальчишки которые пришли в команду начали выдавать уже результат той работы которой тренера с нами работали и благодаря вот он филиппов васильеву его тренерской команде которая была там уже ребята повзрослели окрепли и вышли на лидирующие позиции и началось будем так сказать восхождение уже команды химик мы уже составляли конкуренты способными стали с грандами с цск с динамо с нами стали считаться с нами стали уже как бы сказать по-другому играть не как там раньше воскресенском я когда пришел помню вот 81 году меня юрий морозов пригласил в команду химик занимал 11 место ну так сложилось команда была достаточно возрастная и как бы нужна была перестройка и вот юрий иванович и начала ванкевич васильевич ее перестроил по-своему он взял местных своих мальчишек и стал сам их готовить не стал привлекать никого и на огородних практически никого оставил там кого-то из старших игроков и все и начал работать в собрал новый штаб тренерский поставил задачу и с нами начал работать и вот это дало результат очень интересно получилась команда вот и нам сами сами вы понимаете когда команда выигрывает и коллектив и все и настроение тут атмосфера все вы понимаете прекрасно что всем все нравится а вот были конечно вот я считаю у нас тоже какие-то можно так сказать незавершенные какие-то проекты как правильно это даже не могу обобразить вот правильно наверное желание наше было победить вот в чемпионате нам не хватило чего-то но вот этого вот этого шага туда на самую верхнюю ступеньку это наверное опыт опыт вот этих вот победных традиций предыдущего поколения я считаю почему цска динамо у них есть вот это поколение победителей и вот этого им как бы сказать дало такой толчок вот нам здесь не хватило в концовке я вспоминаю когда нам не хватило буквально там двух-трех очков за четыре игры мы шли на первом месте и потом проиграли проиграли цска там проиграли динамо вот этих стыковых матч хотя команда по силам было обыграть ну не хватило нам немножко вот чего-то не хватило вот этого я думаю может быть чего-то вот самого главного конечно можно говорить что да не было золото в копилке воскресенского воскресенского хоккея там да так и не случилось но тем не менее с кем с кем вы соперничали кому вы противостояли цска практически сборная советского союза динамо ведомственная команда с такими условиями на мой взгляд я просто я просто смотрел статистику вот кто сколько у нас в стране выиграл чего какая команда ну кто там с к там один раз по моему в медали в лес вот в зачет этих грандов по моему торпеда там что ли пару раз челябинск пару раз столько раз сколько воскресенск маленький по моему в медали за в спор за медальный ни разу не вмешивался мне кажется что вот это серебро и бронза она достойно золото вот на мой личный взгляд для нет золото и золото вы поймите результат всегда определяет вот нам не хватило немножко я считаю что на тот момент вот 89 год наверно самая такая сильная команда у нас подобралась 90 год когда ребята подошли мы были готовы в принципе я считаю на тот момент команда могла выиграть и чемпионат ну то есть мы были как я не могу сказать что мы готовы были ну просто мы были конкурентоспособны мы могли обыграть но вот этого шага не хватило вот вроде бы всего чуть чуть вот этого шага одного как раз это вот я думаю что это и самое главное можно быть в тройке вот очень много команд был там в тройке бороться за даже вторым место занять там для нас и конечно для от профессионального городка воскресенского это как большой успех я не спорю но хочется всегда золото да и согласен матчи с командами нхл к сожалению посмотреть на команду восьмидесятых практически невозможно видео практически никаких нет но какие-то добрые люди выложили в youtube как раз матчи химика с командами нхл это будет это действительно интересно было посмотреть на команду которую ты только слышал вспомните как вы попали в эту серию вообще когда первый раз приехали в сша там вообще эмоции эти было восемьдесят восемьдесят девятый год на четыре команды советского союза на тот момент цска динамо крыль советов и химик полетели там разбили нам календарь на 7 игр каждая команда играл по 7 игр там 20 дней вот с разъездами большими мы полетели но в первый год конечно это мы попали на уровень где катки двадцатитысячники вы понимаете хотя у нас тоже полный дворец всегда пяти ты у нас пять тысяч мещал билетов не было нашу команду ходила очень большое количество людей приходишь когда там 20 тысяч это совсем другие ощущения вторых сама атмосфера конечно площадки маленькие ты немножко попадаешь совсем в другую культуру и в другое как бы измерение хоккея поначалу конечно было огромное желание там доказать что мы тоже что-то можем как бы показали неплохой уровень я считаю что мы как команда сыграла вообще достаточно достойно мы три игры выиграли три игры проиграли но все игры были у нас такие напряженные нас не было такого что нас кто-то обыграл спокойно там мы посмотрели уровень подготовки уровень самой игры ведения игры в америке они там ноги нюансы такие вот знаете у них же тогда уже были вот дверь как они двигаются по лавке замены происходит там столько мелких вещей таких которых мы как бы сказать я не знаю у нас советское время был не привык ну как бы не принято а мы это все потом взяли применять стали нас это очень идет обмен обмен большой методиками ведения игры самой подготовки там много чего интересного и они что-то взяли у нас почему потому что им нужен огромный пласт игроков был которые здесь как бы сказать огромный рынок игроков который был советском союзе каким-то образом привлечь в нхл вот потому что там лучший продукт к чё там скрывать они там лучшие игроки всего мира собранные они там показывают эти игры и мы поехали вот как бы по обмену опытом посмотреть как мы выглядим на этом уровне но я считаю что все игры вот и все четыре команды сыграли очень достойно и мы как бы сказать нормально выступили это была ваша первая поездка в штаты на следующий год поехал три команды циска динамо химик мы это было в следующий год до уже три шитри команды послать мы опять там сыграли опять неплохо мы выиграли опять положительный баланс там у нас был вот тоже там по-моему три выглядят ну ничего что мы сыграли но уже там часть часть команд было который с первой серии потом другие все равно как бы мы уже поехали знали куда мы едем там очень много было переездов самое интересное что вот уже сама введение игры подготовки немножко все по-другому мы уже подстроились мы уже знали как будет так как бы сказать проводятся проводить проводится эти игры вот уже были готовы к то вы психологическому понимаете когда вот вот вы приходите на арену и 20 тысяч корича там у них само представление игроков идет это все психологически так немножко ну как бы завида не давит но это необычно да это все для нас вновь был у нас как-то более скромно все это было вот но это была такая достаточно интересная как бы поездка вот но это хороший опыт многие вещи для себя тоже уяснили как вот очень там броски они бросают отовсюду у нас такого не было мощь много разыграли шайбу и поняли что как бы сказать нам на тоже нам тоже надо меняться почему потому что вот есть методики которые вот как бы ну развивается лучше часть мы что-то у них деле что что-то они у нас взяли это были очень взаимовыгодно обменялись опытом взаимовыгодно я считаю что все были поездки да вообще в сша когда вы приехали вам удалось там погулять посмотреть город вообще что вас впечатлило это вот вы первый раз были мы прилетели я вспоминаю мы прилетели лос-анджелес уже второй раз мы были до этого там с поездки с одной вот когда мы заняли второе место нам министр министр химической промышленности нашу команду как бы сказать пример вот такой поездкой мы как-то в отпускной период по моему где-то в июле в августе что слетали туда в америку мы уже знали там как были в америке вот а и тут поехали в как бы сказать посмотреть хоккейное хозяйство все вот это я вспоминаю вот мы едем прилетели в лос-анджелес у нас через два дня игра пока акклиматизация там пока же у нас нам устроители нхл предложили поехать в голливуд мы сначала все поехали потом там у нас был тренерский штаб все поедем посмотрим голливуд что там такое там рядом недалеко там вот там мы все извините подошли к нашим тренером давайте будем готовиться к играм развернули автобус там уже дороги поехали тренироваться то есть команды были озадачены все по непрестно понимали мы приехали как бы сказать на серьезный уровень и нам как мы приехали другие задачи конечно это надо ехать чтобы посмотреть это с другими целями отдельные экскурсии но отдельный экскурсия конечно если там приехать посмотреть там же обходить нами день целый счет потеряешь ну что мы приехали на экскурсию что нам сам было интересно подготовиться посмотреть потому что в то время вы там грецкий играл там у них достаточно такая сильная была уже распиливана команда вот мы их обыграли в первую игру подготовились вылетели как бы сказать не сами не ожидали что мы так зато прилетели уже второй раз они уже по-другому с нами сыграли обыграли нас на следующий год ну то есть интересно вот было все для них же это тоже было принципиально обыграть советскую команду там и наверное маркетинг и пиара там хорошо работает наверное как раз противостояние советского союза сша наверное самое было такое угнетающе то что журналисты везде у них это принято во первых они все время подходит к игрокам и все должны давать интервью как бы сказать прописано в контрактах все и ты должен общаться потому что вот создается вот это как бы сказать спортивное сообщество корпоративный вот это вот который обслуживает хоккей оно должно как бы писать о чем-то вот и начали а для нас это дико было когда тебе подходит нам везде давайте интервью да какие-то я не хочу ничего говорить там мы были еще немножко зажаты вот в этом плане вот а сейчас конечно все это уже по-другому понимаем что это просто необходимо часть работы надо это общаться надо говорить и как бы и развивать свой вид спорта в котором ты казался 90 и до как дальше развивалась ваша карьера вы много вы попробовали себя в сша потом много играли в европейских лигах расскажите об этом этапе вашей жизни ну я приехал я поехал в америку сначала сыграл а значит я уехал улетел туда где-то в январе дико в январе на полгода я улетел в америку сан-диего там был мой дмитрий брат играл и сергей стариков под нас с иска защитник групп сборной наши национальные советского союза на тот момент и вот мы мы там провели до конца сезона сыграли провели чемпионат я возвращаюсь домой и здесь значит ко мне обратился у вас есть курькунов давай поедем в словению я в принципе собирался поехать в америку но приехал тренер его глубокого жалоба в тренером минского динамо на тот момент но вот местному захотелось как бы сказать попробовать я не был мне еще дмитрий битмичу ты поедешь там фарм-клуба играть там да я считал что это будет интересно и мы поехали вместе с альбертом ильгинем поехали там было еще два еще русских наших парня мы поехали в словению выиграли чемпионат этот чемпионат такой сложный там был мы сначала играли альпин лигу там 9 итальянских команд 5 6 австрийских и одна была словенская вот мы там мы заняли четвертое место к сожалению вот так получилось а свой чемпионат мы выиграли в любляне там большая команда была у них как бы у нас есеницы города где мы играли а влюбление там была канадская как бы сказать такая вам сказать диаспора тренер вместе с канадцами вот и ну нам удалось седьмой игре там по булитам их обыграть это был тоже достаточно большой успех вот и мне удалось поработать с колькором ваню вас или чем вот очень интересный тренер его подходы как бы сказать я так много чего там посмотрел интересно после этого у нас меня и альберт мальгина нас пригласили швейцарию вот три года там отыграли в хуре вот два года в хуре один год били и отыграл после этого там еще участвуем в кубке девы в давосе вот швейцарский клуб играли нас пригласили этот турнир отыграть вот ну такая карьера была тоже интересная вот швейцарии это вообще такой чемпионат очень интересный там в общем всего два иностранца играют в чемпионате и в основном они развивают своих игроков там сами подходы они очень здорово как бы сказать дорожат своими игроками очень много интересных ребят которые играют в клубах но они не считают что вот профессиональный хоккей для них является основным видом деятельности многие учатся в университетах в каких-то работают параллельно там берут работу как как они говорят там готовят себя к будущей профессии там кто в банках кто там в производстве в каком-то вот ну и вот тренерский штаб каждого клуба за каждым игроком прямо вот ходит за ним его уговаривать чтобы как бы же он занимался профессионально потому что от него что-то можно ну как бы сказать вырасти может какой-то очень интересный игрок вот и эти вот подходы они очень интересны почему потому что такая страна маленькая небольшая она конкретно способна с большими странами с канадцами из россии с европейцами эти вот подходы они очень интересные. У них очень здорово, я бы так сказал, научная школа, привязанная к хоккею. В Маклингене там есть огромный такой центр образовательный. Они каждый год проводят там повышение квалификации тренеров, приглашают ведущих тренеров. Я туда ездил, учился там. Очень интересные методики, где лекции читают там чехи, финны, шведы, канадцы, русских. Много тоже тренеров там и Юризинов был. Ну в общем приглашается. Всю элиту как бы хоккейную. Из НХЛ. Каждый раз новые подходы, каждый раз новая тематика. И психология, и правильное питание, и период восстановления. Ну очень много подходов. Поэтому я считаю, что эта страна очень много делать для хоккея и поэтому она конкурентоспособна. Ну да, мы до начала как раз интервью обсуждали вот этот вот удивительный рок команд, таких как Германия, Швейцария. Ну не знаю, мне почему-то Швейцария больше кажется удивительной именно из-за того, что там, как мы говорили, выборка маленькая, население маленькое, но тем не менее они могут делать конкурентоспособную команду. Это вот все благодаря вот этому научному серьезному подходу. Страна очень интересная. Страна маленькая, она небольшая. Там все игры проходят вторник-суббота. Все. Там у них прям вот такой чемпионат, он идет вот именно по этим дням. И ты подстраиваешься по этому, ты понимаешь, и как готовится, и чего. Ну потому что там в принципе всего там 10-12 команд, там и в первой лиге, в высшей лиге, как говорится, и в первой лиге. И они по этому графику там все это работает. И выстроена такая система, вот она помогает как бы работать, как бы вот, ну, планово, будем так называть. Все, все прозрачно, все просто. После, значит, Швейцарии я поехал играть в Чехию. Вот там в Литвинове точно тоже интересный хоккей. Мне очень понравилось. Огромное количество ребят там уже уезжало в Америку, но многие, ну там не так много было чехов в Америке. Они все вернулись. И там вот такая страна. Мне очень понравился хоккей. Я вспомнил вот советское время. В Литвинове команда очень такая была, ну, будем так говорить, средняя нас. Там это на границе ближе к Австрии, там 30 километров от Австрии. Городок такой, по-моему, принципиально небольшой, как вот наш Воскресенск. Огромный химический завод. Химопетрол там у них как бы спонсирует. Вот. И уровень игроков. Там много ребят наших играл. Вот Андрей Галкин играл, Лешка Яшкин играл в Витковице. Там Лев Бердичевский. Там из наших прям Воскресенских. Мы общались, мы же играем друг против друга. Вот. Ну, чемпионат, вот я вам еще раз говорю, очень мне понравился. Тоже сами вот методики тренировок, подходы другие, все другое. Но очень много, что в Швейцарии, что вот в Чехии уделяется качеству исполнения работы шайбой. Здесь у нас очень много таких, вот я считал, что много выполнял, но это тоже уделяется вниманию. Ну, там прям вот практически за каждым твоим движением смотрят. Какой бросок? Почему не в створ? Почему сюда? Почему не туда? Как-то вот прям вот разбирают тебя. И очень много вот таким вот, как бы сказать, мелочам уделяет особое внимание. И ты понимаешь, что ага. Я вспоминаю, я приехал первый раз там, что-то бросил раз мимо, два мимо, тренер меня подзывает еще раз мимо, бросишь, я тебя выгоню отсюда. Понял. Все, уже другие подходы. Вот и сразу же ты концентрируешься прям по-другому все. Хотя ты вроде стараешься попасть, но ты что-то вроде чуть-чуть там, ну вот все, точнее, точнее, точнее. Ты прям, и это дает результат, и начинаешь как бы совсем относиться по-другому к этим мелочам. У тебя подходы другие, потому что тебя уже как бы направили. Вот. Потом и заканчивал карьеру я уже в Германии, вот. Ну, там такой больший чисто европейский хоккей. Германия чем хороша, вот я считаю, тоже для развития, там очень много работают канадцев тренеров. Все беговое, бейся, толкайся, играй. Есть европейские тренера, там есть чехи, но их мало. Русских я не знаю, есть там и нет, может быть там один-два. Мало. Вот. Там еще как-то вот больше, ближе к нам. Все остальное, это такое немножко более такое прагматичное. Вкидывай, беги, бросай, там такое вот пламя. Но есть, но очень много людей ходит, большие дворцы, большое количество зрителей. Вот. Исполнение. Там очень много финнов, шведов. Там иностранцев разрешено иметь там, по-моему, по девять человек. Это финнов, шведов, там, да, членов и там Евросоюза. Плюс еще два иностранца. Либо ты два русских, либо два канадца. Русские и канадцы идут как иностранцы. Все остальные идут как члены. Вот. И поэтому здесь там тоже очень много, вот, я когда туда приехал, очень много было русских ребят. Там и Олег Знарок был там с ребятами там. Ну, в общем, много ребят, которыми я, как бы сказать, мы здесь играли. Вот. Мы там пересекались, общаемся после игры. Подходы такие тоже там в тренерской работе тоже у всех разные. Мы там общаемся же, как этот работает, как этот тренер. Но в основном такие вот тренировки, они большая направленность такая. Чисто вот уровень такой канадский. Европа, чем хорошо, вот они очень много совмещают, вот эти изучают опыт работы России, Европы, Америки и пытаются вот найти вот это все лучшее, практике забрать. Плюс приезжают игроки высокого уровня достаточно, потому что там платят нормальную зарплату. Сейчас у нас в России стали платить в КХЛ большие зарплаты, и мы начали забирать у них потенциал. Да, и они стали, они сразу проседать сразу. Почему? Потому что только Швейцария платит там большие деньги, остальные страны уже, как бы, не могут себе. Но большой пласт канадских и североамериканских лиг дает игроков туда. Потому что там работают североамериканские тренеры. Вот ребята, которые на уровне АХЛ, да, их приглашают в Европу. Фарм-клубы, которые не попали туда, вот они много, как бы сказать, играют в этих клубах. О семье вашей. Где с супругой и когда познакомились? Ну, да здесь все, в Воскресенске. Она недалеко от меня там жила. Мы чисто так случайно с ней познакомились. Вот. Благодаря своему другу у меня, Валерия Зелепокина, она жила в его доме. Вот. У него тогда были, как бы, мероприятия, был провод в армии, все друзья пришли. Вот. И она мимо шла, как бы, ну, вот так вот. Какая-то интересная девушка идет. Хотя жили рядом, но не пересекались. Я не знал, как бы. Вот. Ну, Валера пришел, меня познакомил. Так. Я зашел домой, познакомился. Ну, начали встречаться. Ну, как обычно все. Это какой год-то было, получается? Где-то на конец 80-х? В 87-й, да, в 87-м году где-то так. То есть, в 87-й, да, где-то. Ну, вот этот вот быт хоккеиста, да, вот эти постоянные разъезды. Как она переживала? И вот дети, да. Ну, наверное, привыкла. Она сама спортсменка. Она занималась фигурным катанием. Она знала немножко, как бы, что, как и чего. Конечно, есть определенные сложности. Когда мы начали ездить, там, 7 лет ездили по разным странам. Тоже это немножко накладывала. И она полностью переключилась на быт. И, как бы, дети. Занималась детьми, занималась там, как бы, хозяйством. Ну, как обычно, как и все женщины. Потому что, когда ты играешь в профессиональном клубе, ты должен быть сосредоточен. В Европе ты живешь дома. Здесь у нас есть еще сборы, там, какие-то там гостиницы иногда снимают, да. То за границей там этого нету. Там просто вот чисто ты пришел, ты должен вот в расположении клуба выделить. Там есть соответствующий вид, дресс-код, как бы, да. Ты должен выглядеть там соответствующим образом, там, прийти, правилам поддерживаться. Отработать свое время. И иностранец, всегда ты должен быть лидером. Ты не имеешь права опускаться на уровень, там, игроков. Почему? Потому что, вот, это некий, вот, такой локомотив, который должен двигать команду вперед. Типа, для чего приглашали, да, когда иностранцы-то? Тебе подходят ребята, спрашивают, там, как вот здесь, ты должен все это помогать, рассказывать. Плюс журналисты. Ты вот в таком, находишься, как бы, месте, где ты понимаешь, что ты, с тебя спрашивают. И ты должен этому соответствовать. Поэтому, это большая, действительно, нагрузка. Вот сейчас, я не знаю, как в России здесь, вот, в КХЛ, но, вот, там, в Швейцарии, там, вот, где мы играли, в Германии, там, очень много уделяют внимания игровому времени иностранцам. То есть, ты играешь не только, там, против лидеров, да, ты всегда в ключевых моментах выходишь, но ты, как бы сказать, должен помогать клубу. В каких моментах, там, развивать своих игроков, оставаться надо, там, значит, что-то помогать, там, тренер тебе помогает, там, тебе что-то подсказывает, ты каким-то образом. То есть, микроклимат в коллективе и так далее всегда должен быть, идет от них, от лидеров. А вот, когда вы уже переехали в Европу, играли, вот, местная пресса интересовалась, вот, как советская семья обосновалась, живет, вот, в Европе, какой быт у вас? Да, конечно, вот, особенно в Швейцарии, я, когда приехал, я там говорить еще ничего не умел, потом нам дали учителя, потом начали уже интервью давать, там, на немецком языке. Поначалу было, ну, немножко, конечно, тяжело, мы всегда с переводчиком объяснялись, а вот уже потом, там, нас стали приглашать уже и на радио, там, что-то пытались, там, я не знаю, на лобном языке объяснять, но, как-то нормально относились, понимаете, там, нет такого, что у тебя, как, пытаются, там, подшутить на тобой, там, что-то. Ну, типа, да, советский, так можно потрогать. Нет, нет, такого не было, я скажу вам прямо, что, ну, к нам болельщики очень много приходили, и домой приходили, и общались, как бы, в расположении клуба очень много, там, у нас очень много было, там, как они называются, автограмм штума, это, когда ты, там, час целый расписываешься, тебе в каком-то супермаркете, или, там, не знаю, в торговом центре, тебе дают, встают столик, дают афишу, что, вот, там, такие-то игроки, лидеры нашей команды, там, допустим, в которые ты играешь, сегодня подписывают, там, свои карточки, там, или майки, либо открытки, там, и ты, вот, приходят мальчишки с семьями, там, с ними фотографируешься, ну, такая вот атмосфера. И ты это все делаешь, потому что это необходимо, да, клубу это надо, мы приглашаем их на трибуны, мы приглашаем их на хоккей, вот. День сегодняшний, да, вы руководитель спортивного клуба «Химик», не было мысли применить свой опыт не только в такой административной работе, но и в тренерской, учитывая, что сколько подходов, сколько школы вы видели? Ну, меня брат очень часто приглашал, как бы сказать, к себе, но я что-то посчитал, что когда на одном месте Квартальных много, это уже, вот. Ну, я, меня пригласил по окончании карьеры, меня пригласил мой родственник Валерий Александрович Квартальных возглавить институт туризма. Я, конечно, для меня это было новое дело, но мне, почему попробовать, почему, говорю, почему, нет, давайте попробуем, хотя я к этому вообще никакого отношения не имел, и с нуля, как бы, создали вот этот филиал. Воскосенский, да? Воскосенский, да. Там мне понравились сами подходы, почему, потому что сама туристская отрасль, она была не развита, ну, был, вернее, не так развита, как в Европе, вот, и нужны были специалисты, как готовить. И система практик, которая была, вот, придумана или, как бы сказать, устроена в академии, она мне очень подкупала. Почему? Потому что мы студентов отправляли на практику, там, не на просто, там, на неделю, а на три месяца, на полгода работать в туркомпаниях иностранных. И здесь пошла целая, вот, плеяда у нас таких больших, как бы сказать, проектов, которых мы, нам удалось реализовать. У нас получилось, там, с Эмиратами, у нас получилось, там, с Египтом, там, ну, с рядом стран, куда мы ездили. Потом перешли на Европу, уже начали с англичанами работать. То есть мы начали готовить специалистов и отправлять туда студентов, по два, по три человека, в разные страны, это, как бы сказать, ведущие. Где потом эти ребята, закончив институт, остались и работают. Это тоже немаловажно. Огромное количество мальчишек, которые работают. Вы так просто резко сменили деятельность, вот, вы были погружены полностью в спорты, раз, и возглавили. Я от хоккея не уходил, я закончил, но ездил всегда, меня, вот, меня и Борис Веригина пригласил, Николай Семенович Шепштейн тогда, пригласил, вот, в команду «Русское золото», ее вел Александр Николаевич Мальцев вместе с Николаем Семеновичем. И мы ездили в разные, как бы, города, открывали там катки, какие-то показательные матчи проводили. То есть мне было очень интересно. Потом Александр Павлович Шагулин, значит, с командой, с Евгением Дмитриевичем Мишаковым, просто эти люди сейчас ушли, вот, они пригласили меня в ЦСКА вместе с Борисом, и мы тоже ездили. И получилось так, что я, как бы, занимался туризмом, но от хоккей не уходил. Я все время ездил, играл за них. Мы постоянно тренировались у нас на Святом Бульваре, там, в Олимпийском. Было время запланировано, мы каждую неделю ездили с Борисом, там, два раза в неделю, по-моему, среда, суббота или воскресенье, сейчас же не помню уже, вот, в один из выходных. То есть мы встречались, там, общались, там, все ведущие игроки сборной Советского Союза были. Володя Лученко, там, Александр Гусев, Шаталов Юрий, то есть Блинов Юрий. Очень много людей, которые, вот, играли, и мы с ними, вот, как-то общались. Вячеслав Анисин, там, Дунов Александр. Вот сейчас, к сожалению, огромной полиады этих людей уже нету. Но мы общались, мы ездили в поездки, вот. То есть не было ощущения, что вы бросили хоккей, да, предали? Я из хоккей не уходил, как бы, я был в нем. Но, вы знаете, я там еще больше много чего узнал, вот, почему, я еще раз говорю, вот, нам, я долго анализировал, тоже, почему вот нам не хватило, да, мы, как бы. А потом понял, что мне не хватило, вот, именно психологии победителей, вот этого. Вот этот шаг, можно подтянуться, как, вот, сказал один тренер, мне очень понравилось, вот, Владимир Васильевич Куркунов, мы с ним общались, как-то, вот, ну, давно уже. Он говорит, в тройку игроков, ой, в тройку команд можно залезть, туда дальше шагнуть тяжело. Вот там, да, вот этот шаг, чтобы сделать, там многое, многое, что надо, да, там многое, чтобы сложилось, многое, что, ну, и психологии очень много. То есть вот это вот, что ты лидер, что ты, как бы, человек, который, от которого зависит, будем сказать, судьба команды, вот это вот, себя настроить так вот именно, что сегодня вот именно надо обыграть эту команду. Может быть, нам вот этого и не хватило, я думаю, что больше всего, вот, основное. И, завершая наш разговор, вот, как раз вы эти слова сейчас произнесли, может быть, что-то хотите посоветовать молодым ребятам, которые только начинают свой путь в хоккей? Ну, я, наверное, посоветовал бы ребятам, ну, слушать тренеров и работать с ними, как бы, то, что они просят выполнять. Я бы, наверное, посоветовал, наверное, уже сейчас родителям больше. Здесь такая ситуация, что родители иногда мешают. Вот чисто мое мнение. Я, как бы, со стороны смотрю, потому что я сам, как родитель, тоже вот был в такой ситуации, когда родители начинают, тренер говорит одно, а там папа или мама там говорят другое. Понимаете, есть этапы какие-то развития, где развиваются там какие-то одни качества, потом другие. Вот физиология, от нее не уйдешь. Тренер пытается вот на данном этапе дать то, что это необходимо ребенку. А родители хотят, чтобы он там с первых дней забивал, как там машина, бах, там голов набивал там или еще что-то делал там. Поэтому не надо торопиться. Я думаю, что здесь надо вот какая-то должна быть четко выстроенная программа, планы, как хотите, схема. И взаимодействовать с тренером, слушать его. Потому что, как правило, те, кто работает с тренером, вот слушает его, те добиваются результата. Очень много примеров, когда родители мешали своим детям, как бы, вот в своей карьере. И это произошло. Ну вот, мое такое пожелание, поэтому. Спасибо вам большое за эту беседу. С юбилеем вас, уже прошедшим. Я думаю, что 60 лет только начало, я думаю, мы увидим Андрей Квартальнов, тренер хоккейного клуба «Химиков» в КХЛ. Это даже такая мечта болельщиков. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.